Hey, my name is Yulia and today I'm going to be doing a what's in my school backpack video. Let's go! This is weird, I usually speak Russian, so this is really weird for me. But it's okay, we're good. Let's go! После такого очень интересного начала мы будем продолжать смотреть, что в моей сумке для того, чтобы начинать. Поскольку это мой последний год, у меня не огромный портфель. В девятом классе дети ходят с портфелями, как будто у них там лежат родители, братья и сестры. Их коробка для медицинской помощи. Вдруг они упадут, идя по халвею. Халвею, видите? Идя по... Я не знаю, как это сказать на русском. Идя по школе, вот так скажу, ладно. Последний раз я снимала это видео, я была в девятом классе, сейчас я в одиннадцатом классе. И вот такой у меня портфель в одиннадцатом классе. И он большой, и удобный, много пакетиков. Пакетиков. Прям пакетики висят. Много замков. Русский, русский, улетаешь ты, улетаешь. Ну давайте же его открывать, смотреть, что внутри. Так, открываю самый маленький отдел. Кстати, в боковом отделчике у меня всегда лежит телефон. Вот здесь всегда лежит мой телефон, потому что он огромный, в руку он мне не помещается, а в карманы тем более. В этом маленьком отделчике у меня лежит зарядка. Зарядка потому, что в школе у меня всегда заразряжается айпад. А на ночь я его не ставлю, потому что тогда он будет заряжаться до ста, а потом просто заряжаться ни для чего. Я так не люблю. Также у меня там лежат минты. Минтики, минтики. Потому что, не знаю, я их с собой просто беру, я их не сильно люблю. Они как-то плеточки маленькие выглядят. Следующее, что у меня здесь лежит, это лосьон. Лосьон для рук. Он пахнет как не знаю что, он такой зелененький. Ой, зелененький. Вот так. Следующее, что у меня здесь лежит, это... Я хочу его съесть. С кокосом, а хенд санитайзер, потому что ручки должны быть чистыми. И еще здесь лежит EOS, который я разрисовала на уроке. А также что там, моя ID. Где мой... А, нашла. Я его вечно теряю, ребята. ID я сканирую, когда я захожу на автобус. И если я беру обед, блинк, сканировала, сканировала, сканировала. Вот так. Русский 101. Следующий отдел открываем, вот этот. Эх, тяжелая. Иногда в школу я ношу шапку. В этот раз была она такая серая. Куда я ложу свою шапку? Если я, например, зимой буду ее ложить, и сейчас она у меня там лежит. Теперь откроем самый большой отдел. Первое, что я вижу, это мой iPad. Этим iPad'ами я уже пользуюсь... Ой, надо боже, здрасте. Этим iPad'ами я уже пользуюсь в третий год. И нам их не меняют. Кажется, это третья generation. Но я не знаю. Потом у меня лежит книга, которую мы сейчас читаем на английском. Она называется The Great Cat's Film. Мне она очень нравится. Кстати, есть по этой книге фильм. Мы его будем смотреть на следующей неделе. Очень интересная книга. Фильм тоже интересный. Всем рекомендую посмотреть фильм, если вы не любите читать. Следующая это мой пенал. В моем пенале... Пока! Лежат хайлайтеры. Вау. Не знаю, где третий. Такие ручки, карандаши, стерка. И такое... Как же это на русском называть? Вазелин? Нет, какой вазелин? Сама-то вазелин. И такая гигиеническая помадка. И ручки, карандаши. Все здесь у меня лежит. Та-дам! Но чаще всего я пишу ручками. Я не люблю писать карандашами. Поэтому чаще всего я пишу ручками. О, я что-то забыла. А также здесь лежит еще один EOS. Следующее, что здесь лежит в моей сумке, это такая книжечка. Здесь я иногда записываю что-то, что мне надо для испанского. Или просто записываю что-то интересное. Как бы дневник мой. Следующее здесь лежит калькулятор, который мне услышит третий год. Та-дам! В Америке у каждого ученика должны быть большие калькуляторы. И мне его подарила моя соседка, когда я жила в прошлом доме. Так что ей огромное спасибо за этот калькулятор. И последняя вещь, это моя огромная папка, без которой я никуда не выйду. Потому что я обожаю эту папку. В девятом классе я не знала, как организовать мои тетрадки и бумажки. Потому что я не люблю, когда у меня много папок. И я должна их искать, пока найдешь. А эта папка, она с разделами. Та-дам! И мне это безумно нравится. Я очень организована благодаря этой папке. У меня лежит Американская Конституция, которую я выиграла в классе. Мы играли в какую-то игру. И учитель меня вызвал, и я выиграла Конституцию. И он сказал ее носить с собой каждый день. Но также здесь лежит ПЭС, когда меня вызвал мой директор. Внутри этой папки есть разделы на каждый урок, который у меня есть. Например, первый раздел это английский. Это значит, у меня уроком первый английский. Потом у меня наука, потом у меня опять английский, потом у меня алгебра. Потом после АЛСБ у меня обед, потом у меня испанский, а потом у меня уже история. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Если это так, то поставьте пальчики вверх. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Но если у вас идеи для видео, то пишите их в комментариях. Я их постараюсь снять. А я вас всех увижу в моем следующем видео. Оставайтесь такими же классными и замечательными ребятами. Писал! Пока!